МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фигур в Одесской области нас интересует, безусловно, экономика нашего региона. И что произойдет с мировыми рынками в преддверии назначения в январе нового президента США? Об этом поговорим с нашим постоянным экспертом, экономистом Эдуардом Каражи. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Чего нам больше стоит беспокоиться? Падение мировой экономики, встряхивание мировых бирж или что-то будет происходить конкретно в Одесской области? Нет, нам лучше беспокоиться за будущее Украины. А все, что происходит рядом или около, это, скажем так, эмоции. Ну, конечно, у нас, Георг, самые такие знаменательные события, они прошли мимо нас, мимо области. Это отставка главы администрации областной Саакашвили. Вот с этого давайте и начнем. Да, с этого мы начнем. Ну, вы знаете, когда он приходил в область, все были счастливы, хлопали в ладоши, думали, что вот наведет порядок. Мы знаем, какие... Но больше порядка ожидали инвестиций. Ну, конечно, это уже второй шаг. Мы видели, как Грузия изменилась во время президентства Саакашвили. И думали, что вот будет маленькая Грузия или хотя бы что-то на это похоже. Где-то что-то у него получалось. Ну, главное, перестали продаваться должности, наверное, да. Да, надежда на полицию, но все-таки стало лучше, чем там. Должности перестали продаваться, но назначение на них стало еще более странным. Да, и более того, что некоторые высказания главы администрации сами себе противоречили. То есть тут он с шашкой на голову бросается, а там же, где все прозрачно, я имею в виду те же аукционы, которые проходили в области, и там не к чему было придраться. В итоге их называли непонятно как происходящими. Те же объекты на французском блюваре, тот же дом на княжеской. Вот что, в принципе, никак не могло бизнесу давать зеленый свет для работы. Когда они видят, что все по закону, все правильно, и тут же первое лицо области говорит, что все не так. А почему не так, никто не говорит, следствие ничего не рассказывает, не показывает. Знаете-ка, баба-яга против. То, конечно, какой инвестор будет вкладывать деньги в этот регион. Ну, к слову, сегодня наш корреспондент в Киеве пообщался с Михаилом Саакашвили, и он сказал, что согласно сегодня опубликованным международным рейтингам, Одесский регион самый привлекательный в отношении инвестиций в Украине. Ну, он всегда был одним из самых привлекательных, потому что здесь уровень жизни был другой. Город-миллионник, транспортные коридоры проходят через Одесскую область, не один. И он всегда был привлекательным. Конечно, может быть, Саакашвили многого не успел, да, потому что мы тоже ждали, что те же инвесторы, которые были в Грузии, придут сюда. Но, знаете, нельзя одной рукой заманивать, а другой рукой отталкивать. Более того, мы знаем, что Одесса – это специфический регион. Здесь всегда будут очень долго цениться такие понятия, как «услуга за услугу», а что я с этого буду иметь. И даже какого бизнеса ни было в области, уже все поделено. Слово, то, о чем говорят все противники Михаила Саакашвили, что с ним нельзя было договориться. Совершенно верно. И обратите внимание, кто кричит громче всех, да. Тот депутат Верховной Рады, который не два дня не был в коммерции, а имеет десятки миллионов долларов в официальной декларации, плюс еще члены его семьи. Хакеры, да, которые, известно, открывались на них уголовные дела, и мы смотрим рекламное время, которое как бы недешево не стоило, пускай даже местный канал 24 часа крутит одно и то же. То есть работая чисто на, ну скажем так, на убиение, ну в политическом смысле, того или иного человека или представителя власти. Ну вот уход Михаила Саакашвили как-то повлияет на экономические показатели региона? Ну, конечно, повлияет. Причем, я думаю, здесь, знаете, что он сделал, как бы положительный, он поднял планку. То есть сегодня уже тот человек, который, во-первых, зависит не от того, что Саакашвили ушел, а зависит от того, кто придет на его место. То есть поднял планку, теперь меньше, чем экс-президент какой-либо страны, но зачем-то не будем. Ну когда, как раз. Опять, ну, конечно, Барк Абаму. Ну, Абаму уходит, да, как раз из для него места. Он освободился, да. Можно президента Бразилии пригласить, то есть кандидатур много. Вот, ну, конечно, я не говорю планка президента, но, во всяком случае, планка поднята для чего? Опять же, таможня должна работать, наверное, не хуже, чем работает сегодня. Более прозрачно и открыто, и темпы переработки грузов должны быть не меньше, чем они. Дом Морошевская тоже недолго задержана в своей должности. Те же самые главы администрации, то есть начальники департаментов. Ну, конечно, вопросы остаются, но мне кажется, что вот, знаете, когда в экономике более 50% тени, а человек, находясь у власти, не дает этой тени развиваться, то, конечно, они скрипят зубами. И даже то, что мы радуемся, что на таможне какой-то порядок, но, поверьте мне, большая часть импортеров-экспортеров переживает, что там появился порядок, потому что, когда порядка не было, они больше зарабатывали, им было выгоднее те или иные операции проводить. Поэтому здесь, знаете, такое положение, ну, значение, большинство энергии, наверное, где-то 50 на 50. Кто-то потирает руки, радуется, а кто-то переживает. А то, что сегодня Порошенко и Саакашвили, по сути, вступили в открытую конфронтацию, больше, конечно, это делает Михаил Саакашвили, повлияет ли это на инвестиционную привлекательность Украины в целом? То есть как на нас будут смотреть со стороны? Ну, во-первых, Саакашвили не тот человек сегодня, который в Украине что-то может принимать решение или подписать документы, или кому-то что-то обещать. Это раз. Поэтому его мнение это поскольку-поскольку. Во-вторых, мы знаем, что... Ну, фигура известная за рубежом, который прислушивается. Фигура известная, да, но, понимаете, уже даже будучи, когда мы за ним наблюдали, за его действием, человек горячий. Он многие вещи, знаете, понять такое первого уха. Вот ты первого уха вложил, то ты прав. А потом, пока увидели историю, что тот человек, которого он защищал с пены у рта, да, с брызгами в телевизор, не то, что как бы Саакашвили его представлял. Не так все там чисто, не так все в порядке. Но он уже сказал, а, и он доводил дело до конца. То есть мы знаем французского винодела, да, всем известного. Дела не только, что там все чисто, хотя он за него заступился, и тот получил то, что хотел. И другие какие-то моменты могут быть. То есть поэтому... Ну, кстати, закон, который приняли относительно виноделия, благодаря в том числе Михаилу Саакашвили, люди на Бессарабии восприняли очень позитивно, потому что в каждом втором, если не первом доме, там действительно производят вино. Да, но их никто за это не трогал. То есть закон как бы вышел, но того, что он есть или его не был, они с другой бутылки разливать его не будут. Им не давали выйти на рынок. Ну и сейчас они это делать не даст, на самом деле. Они сами не выйдут на него, да. Они сами не выйдут, и потребление этого вина, это совершенно другого уровня, в другом количестве вино. Но им невыгодно выходить на украинский рынок. Что касается этого винодела, то... Я забыл, как зовут Месси. Лакаран. Абсолютно верно. Его продукция подорожала в разы после получения лицензий, и он, честно говоря, по слухам даже не очень рад этому. По-другому уже не получается. Это называется выход из тени. Его разрекламировали, да. Предлагаю перейти к президенту, уже избранному президенту США. Небольшой материал подготовил Роман Семенов, о чем сегодня говорили в отношении экономики, после того, как появилась информация о том, что Дональд Трамп сенсационно побеждает на выборах президента США. Прошу дать материал. Из-за победы Трампа резко обрушились мировые фондовые рынки. Так, фьючерсы и основные фондовые индексы США по состоянию на утро 9 ноября снизились на 4%. Биржевой индекс ценных бумаг 30 наибольших американских предприятий упал на 3,5%. Акции высокотехнологических компаний снизились почти на 5%. Также подешевел доллар. Сильнее всего он сдал позиции в торгах по отношению к японской иене – 3,5%. Цена на нефть марки Brent опустилась до 44,5 долларов за баррель. Индекс Dow Jones опросил на 600 пунктов. Мексиканская национальная валюта PESO упала на 13%. Напомним, ранее Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой. Также украинские еврооблигации начали стремительно падать. Предполагается, что потрясения на финансовых рынках связаны с опасениями инвесторов относительно будущей экономической деятельности Дональда Трампа на посту президента. Ранее он обещал вести протекционистскую политику. Что касается строительства стены между Соединенными Штатами Америки и Мексикой, то, во-первых, частично она есть. В целом, в случае, нам демонстрируют очень часто ее фильмы. Во-вторых, на месте Мексики я бы обрадовался, потому что экономика получит дополнительные рабочие места. Это во-первых. А во-вторых, можно будет инвестировать полученные деньги внутри страны. Строить-то будут мексиканцы. Конечно, то, что мы сейчас услышали, непонятно вообще, почему это происходит. Потому что еще минимум почти два месяца, пока Трамп приступит к своим обязанностям, потом еще месяц, полтора, два, три, пока он будет входить в понимание, пока будут назначаться лица. Более того, не президент в Америке правит страной, образно говоря. Ну, собственно, пишут, что республиканцы уже, по сути, получат в Конгрессе большинство абсолютное. Да, да. И контроль над Конгрессом. Ну, значит, абсолютного я не знаю, но все равно, знаете как, не все так однозначно. Потому что партийное принадлежность – это одно в Америке. Они, когда голосуют, они себя относят к той или иной партии. Хотя членских билетов они-то и не имеют. И поэтому больше каждый лоббирует свой бизнес и заинтересован, чтобы он именно развивался. И с теми лозунгами, которыми шел Трамп, да, протекционизм американцев, что давление на всех нелегалов, что Америка для белых. И все помните последние такие выступления, кто стал за спиной лидер Кукус-Клана, да? И одним из первых поздравил президент России, что, в принципе, недалеко. Естественно, что… Ну, и крайне правые радикалы, они поддержали как раз Дональда Трампа. Да, да. И поэтому, конечно, здесь, я не знаю, почему индексы падают. Наоборот, скажем, Америка должна расти, если та часть средств, которая уходила на поддержку нелегалов, там выплаты социальные какие-то были, более того, ведь нелегалы – это дешевая рабочая сила. И наоборот, в Америке как бы вытеснение нелегалов, оно может привести к росту затрат тех же американцев, рост затрат к росту цен. Поэтому здесь, более того скажу, знаете, когда предвыборная кампания и президент – это абсолютно разные люди. Ну, конечно, в Америке это маловероятно, но в любом случае, я думаю, даже то, что оно как бы высказывалось, оно будет где-то так мягко сходить на попитую. Ну, на самом деле, это историческая практика. Любой радикал, который получал власть, он становился бельж померкованным, как ведь украинскую мову. И более того, Трамп, мы его знаем как человека, который уходил от уплаты налогов, то есть Америка за него проголосовала. Это страна, где наказание за неуплату налога выше, чем за убийство человека. Поэтому здесь, конечно, для многих, для меня в том числе, это немножко не удар по голове, на всяком случае неожиданность. То есть не ожидали мы, насколько нам говорили, что Клинтон все в порядке, 2-3 процента, но... Ну, коллеги, я хочу сказать, что уход от налогов – это, скажем так, самая простая формулировка этого вопроса, которая только может быть. На самом деле, более корректно будет называть не уход, а оптимизация. Ну, понимаете, чтобы дать точное определение, нужно точно изучить, как он уходил от этих налогов. Ну, и тем не менее, этот человек, который в настоящем момент абсолютно чист, если компания, принадлежащая ему, он же лично не уходил от налогов, уходили компании, в которых он является учредителем. Ну, совершенно, если бы нашел бы закон, он бы не баллотировался в кандидат. Он это все и делал, поэтому говорить об этом, мне кажется, нельзя. Он делал красиво, да. Тем не менее, почему так повлияла информация о Трампе на мировые фондовые биржи? Понимаете, дело в том, что биржи – это тоже бизнес. И кто этим бизнесом занимается, их интересует маржа, разница. И чем больше таких потрясений... Чем больше колебаний. Колебаний, да, потрясений, тем больше заработок. То есть это искусственно было сделано? Я думаю, что да, потому что даже сегодня обменный пункт в Одессе, вот пока ехал, смотрел, тоже поднялся. Причем наличный доллар поднялся, а безналичный, как бы он на том же уровне, ни на копейку не вырос. То есть это идет такое нагнетание, идет накручивание, то есть кто-то на этом зарабатывает. И, поверьте мне, пройдет очень короткое время, все вернется в те же параметры, которые было. Согласен поддерживать, стабильная ситуация, никого не интересует. А вот чем больше амплитуда колебаний от плюсового до минусового значения, тем интереснее работать на биржах. Что такое биржи? Это информационный повод, помноженный на знания, когда нужно продавать или покупать. Хотел еще уточнить. На фоне падения, какого-то псевдопадения, вдруг неожиданно отыграла верх японская иена. О чем это говорит? В смысле поднялся курс по отношению к доллару? Да. Ну, потому что иена, это... Япония, это для них, как бы они работают на рынок Америки. Это экспортно-ориентированная страна. И тот уровень технологического, который в Японии есть, он идет на американский рынок. И поэтому отношение иен к доллару очень близко. Как когда-то была гривна-рубль или как гривна-доллар сегодня. И поэтому, когда доллар где-то опустился на мировых рынках, поэтому иена и поднялась. И вообще для Японии курс роста иены – это проблема номер один. То есть японцы неоднократно уже выбрасывали лишние деньги на рынок, только для того, чтобы спровоцировать девальвацию иены, чтобы добиться какого-то роста инфляции. Потому что кризис японской экономики заключается в том, что у них дефляция, и курс иены постоянно растет по отношению к основным валютам. Их продукция, как страны экспортно-ориентированной, теряет свою конкуренцию, и экономика теряет темпы роста. Ну, и нам бы их проблемы. Я еще хочу узнать ваше мнение по поводу европейской экономики. Ведь получилось так, что мы услышали Мексику, мы услышали Японию, мы услышали падение внутри, собственно, штатов, котировки их собственных акций на внутреннем рынке. Обратите внимание. Ну, а про евро действительно сегодня не писали фактически? Ну, вот, первых, европейцы, наверное, более грамотные, чем Латинская Америка и Юго-Восточный континент. Это раз. Во-вторых, в экономических вопросах, поиметьте. Да, конечно, но не только. И если брать даже зависимость экономик, то Европа меньше всего зависит от Америки. Хотя, как бы, сталкиваются на других рынках, да, вот Европа больше конкурирует с Китаем. Америка еще больше конкурирует с Китаем. А между собой отношения, из-за того, что, наверное, большие расстояния, как-то рынок поделен, и нет той зависимости в экономике. Хотя, конечно, конкуренция присутствует, и она будет всегда. Поэтому единая валюта евро появилась из-за конкуренции с Соединенным Штатом Америки. Поэтому границы таможенные убрали, чтобы удешевить свой товар, облегчить, скажем так, прохождение валют, удешевить, в конце концов, вот эти накладные расходы, которые были на экспортные и импортные сделки внутри европейских государств. Но украинской национальной валюте как-то отразится то, что происходит сейчас с долларом и на биржах? Ну, наша гривна... Или мы, как всегда, отдельно в своем болоте? Ну, во-первых, по идее, она не должна у нас коснуться. Это раз. Но напрямую, да? Но косвенные, конечно, могут произойти изменения, потому что, вот, если мы смотрели наши средства массовой информации, нам все время говорили, Клинтон – это для нас лучше, Трамп – для нас хуже. И когда люди понимают, что хуже победила для Украины, да, хотя это мнение, опять же, экспертов, мнение политиков, то для Украины могут наступить черные какие-то дни. Но я бы так сильно трагедии не делал, потому что, опять же, не президент принимает решения, хотя бы те же исполеканцы, которые были для последнего дня, Обама не подписывал, да, там, ряд документов, которые давали бы преференции Украине. Конечно, мнение штатов по принятию вопроса МВФ, каких-то мировых банков, имеет серьезное значение, но, опять же, это деньги не американские, да, это деньги международных организаций, в которые входит ряд стран, и это их коллективное решение. И здесь нам бы, может быть, стоило больше переживать, чтобы все-таки Трамп не признал Крым российским. Собственно, к чему ему сегодня активно призывала госпожа Поклонская, к примеру, знаменитый прокурор. Вот, чтобы Трамп, не дай бог, не отменил те, скажем, ограничения для российского бизнеса. Хотя то, что Трамп заявил, что он протекционист, то есть, я думаю, как он выступает против Китая, точно так же будет защищаться от Японии, от Европы, и в том числе от Российской Федерации. И, конечно, хотелось бы, какую-то часть рынка американского, Украина, скажем, заняла вместо России. Я имею в виду, ракета, космический бизнес, там, какой-то ВПК поступает, ну, разработки какие-то совместные, пускай это мизер, но хоть что-то, да. Чтобы как бы эта тенденция сохранилась, все-таки мы отстояли те позиции, которые были нами заняты последние, там, полтора года. Давайте предложим геометральное противоположное мнение к обсуждению. Если Трамп признает Крым за Россией и снимает ограничения, так называемые санкции, ограничительные, заградительные санкции, с Россией или лоббирует это, то к чему это может привести, что мы получим в итоге? Ну, во-первых, мы получим плевок, это раз. Но, во-вторых, понимаете, здесь, опять же, не так легко Америке принять такое решение, потому что Америка выступала гарантом. И неважно, кто был президентом в то время, который принималось, и кто сегодня президент. Ну, простите, в Будапештских соглашениях они тоже выступали, и они и Россия выступали гарантами. Да, я за это и говорю, да. И поэтому сегодня, это раз. Во-вторых, Англия, как бы еще пока, опять же, да, вот третья сторона этих переговоров, пока за Украину. И я думаю, что первым, кто зайдет к Трампу в кабинет, да, после того, как он в овальный кабинет, это будет начальник ЦРУ, это будут офицеры НАТО высокопоставленные, это будет министр обороны, которые многие вечера скажут Трампу, который он имел права знать, пока он был кандидатом в президенты. И может быть так, что его политические взгляды во многом поменяются. Внешнеполитические. Конечно, внешнеполитические, да, во многом поменяются. И, конечно, здесь, ну, знаете, это будет вызов всему миру. Тогда нужно признавать не только Крым российским, тогда нужно признавать и Приднестровье, тогда нужно признавать Карабах и другие территории, которые, скажем, находятся вдалеке от Украины. Но в теории можно это вообще допустить? Ну, в теории можно допустить все, на то она и теория. Но на практике, я думаю, что навряд ли это произойдет. И более того, скажу, ведь даже те же санкции, которые со стороны Америки, почему Америка их как бы и лоббирует? Она меньше всего от них страдает. От этих санкций больше всего страдает Европа. Ну, у них более плотные экономические связи, торговые связи с Российской Федерацией. Конечно, и хотя бы, я скажу... Это вот для меня очень странно. И более того, что теряет Европа? Ну, 16-20 миллиардов. Что такое 20 миллиардов для Европы, когда у них бюджет 17 триллионов? То есть это для Европы ничего. Больше все-таки удар для России. Россия значительно... Экономика просела. Даже если Украина воюет, у нас хоть не какой-то рост, там, да, запасов для валютных, ВВП там растет на полтора процента. Говорят. Я бы добавляла в этом случае. Нет, но я думаю, что нет. Оно имеет место быть, потому что мы настолько не скупали, что этот процент роста, он как бы не такой значительный, но он есть. А у России все снижает, чем в разы падают. И зарплаты, и пенсионное обеспечение, и социальные выплаты. То есть то, чего раньше как бы никогда не было, потому что социальные фишки – это был козырь. Да, Путин, когда газ поднялся в цене, и вот это за счет роста цены на нефть и газ, и те, скажем так, дурные деньги, которые зарабатывались просто из-за курсовой разницы, больше из-за ничего. Ну что ж, будем следить, как будут развиваться события, как все это отразится на экономике Украины, Соединенных Штатов и в целом всего мира. Благодарю вас, что, как всегда, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Напоминаю, экономист Эдуард Каражея был с нами в эфире, говорили об экономических показателях региона и фондовых международных, мировых рынках. Прервемся на дайджест новостей, после вернемся в студию и продолжим работу в прямом эфире. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова